Привет, с вами Айс, и мы продолжаем прохождение визуальной новеллы Егора Щенова на Курини, или Когда Плачу Цикады. Выдающийся детектив? Знаешь, а ведь именно так, мне надо сказал Оэси-сан. Тоже назвал меня выдающимся детективом. С упоминанием имени Оэси Мион отчетливо любой, глядит и испугалась. Мион. Полиция давно уже тебя заподозрила. Дом окружен людьми Оэси-сана, готовыми ворваться по первому знаку. Мион пыталась выглядеть невозмутимо, но получилось у нее плохо. Не до конца верив в полицейское оцепление, она кинула быстрый взгляд на Рену. В лицо Рена не прибежало ни облачко. Тогда Мион видно уверилась, ее дом вправду окружили. Старосту тоже? Митян. И ты Митаки-сана, стакана-сан? Ты Мион? Не отвечала на вопросы Мион. Хотела казаться спокойной, но в глазах ее блуждало смятение. Вдруг Мион поднялась с колен, поправила подушку, на которой сидела и присела на колени вновь, теперь ровно выпрямив спину. В тот же миг воздух в комнате переменился. Лик Мион стал другим. С него исчезли смятения и тревога, он стал серьезно торжественен, как при проведении церемонии чаепития. Чутье подсказало. В этот миг она перестала быть нашим Мион и превратилась в Санадзаки Мион, наследницей рода Санадзаки. Ее торжественность отнюдь не свойственна прежней, хорошо мне знакомой Мион. Теперь я верю. Теперь я верю. Она подлинная наследница рода Санадзаки. Мион плавно сложила руки на коленях, грациозно поклонилась, точь-в-точь, как на церемонии чаепития и представилась. Позвольте вас поприветствовать. Я наследница главной ветви рода Санадзаки, Мион. Мион с отточенным изяществом нас поприветствовала. Мы слово вымолвить не смогли. Что я, что Рена, застыли камнями. Такого поведения мы не ждали никак. Для меня честь сегодня приветствовать вас в именении Санадзаки. От имени Ория, главы рода, добро пожаловать. Вижу, вы принесли с собой много вопросов. Если вы желаете расспросить меня, что ж, я без утайки расскажу все, что знаю. А? Что такое? Она только что молвила? Мион сказала ответить на любые вопросы. Огонь решимости полыхает в ее глазах. Точно ли? Можно любые вопросы? Я расскажу обо всем, что знаю. Затем вы сюда и пришли, не так ли? Я переглянулся с Реной. О, кучу всего мы хотим вы спросить, Мион. И все же, не зная, про что спросить в первую очередь, мы на минуту замялись. Затем Рена задала первый вопрос, который был пускай слегка расплывчат, но который любой в таком положении задавал первым делом. Почему ты так поступила? Тот же вопрос хотел задать я. Почему она так поступила? Вопрос не только про Якутиан и Сатака, и про старостя, но и про Томитаки-сана и Такана-сан. Даже больше. Про события, происходящие каждый год. Какое-то время Мион молчала. Только я понял, что вопрос еще неопределенный, и хотел задать его повторно, и уже поточнее, как Мион приварила молчание. Ответ на все вопрос несколько долг. Если согласны, то прошу внимать моему рассказу. Спокойной речи. Такое спокойствие я в голосе будто бы... Бабушка рассказывает старинную боль. А знаете ли вы, как раньше Хинамидзава звалась? А не Гафути? Рена кивнула и глянула на меня искоса. Кейти-куна, ты знаешь? В ответ я кивнул. В былые времена Хинамидзава называли болотом демонов, да? Так Анасан рассказывала в ту ночь с Агудейни. Ее жители крепко верили, что кровь демонов течет в них, и гнушали сообщение с чужаками, а люди долины им поклонялись, считая их чародеями. К точку. Наши предки, жившие в деревне Нигафути, гордились тем, что унаследовали кровь демонов. Люди с подножия гор поклонялись им и глубоко чтили. Но с концом правления Токугава подобные настроения испарились. Приплыли черные корабли и кончился век самураев. Закончилась и пора закрытости. И поколению деревни Нигафути настал конец. Наступила эпоха, в которую человек ненавидел и стремился забыть все ушедшее. Эпоху Мэйдзи, древнее имя деревни Нигафути, принудительно извинили на Хинамидзаву. Правительство эпохи Мэйдзи стремилось любыми способами удавить и изничтожить складывавшиеся веками обычаи. Княжество отменили, вместо них вели подчиняющиеся государству префектуры. Япония в тремя пыталась нагнать передовые страны, идти с ними в ногу и ради того, что она многие жертвы. Наступила такая пора, чтобы всяк предпочитал занесенное с запада и презирал, что из давних времен. Тремя больших перемен деревня Нигафути внезапно исчезла. Подобно лепестку розы, унесенному водопадом. В итоге, вдохновившись влиянием западных стран, обращавших страны Азии в свои сырьевые придатки, Япония замысла выйти на один уровень с ними, простоев процветающую страну с мощным войском. Установилась всеобщая воинская появимость, Япония начала выигрывать одну войну за другой. Войну с империей Цинь, русско-японской, до самого начала Второй мировой. Подымалось развитие все выше и выше. Тогда неприкосновенности Нигафути уже давно не было, и его жители ранее, как ведуны, боготворившиеся, стали считаться из Гуэми. В деревне не заметили, как она получила незаслуженное клемо последнего пристанища неизлечимо больных. До поселения на столе тяжелые времена. Рожденных в деревне начинали подругать несправедливым нападкам, как только узнавали об их происхождении. В поселках у подножий гор детей учили, что нельзя приближаться к Хинамидзаве, там обитает зараза. Ребенок, до которого дотронулся ребенок к Хинамидзаве, непрестанно рыдал, пока родители не очищали место касания втиранием соли. Кто-то сказал своему ребенку, что если тот зайдет в Хинамидзаву, то демоны его похитят, порубят на куски да сожрут. Не ходите ни в коем случае, не ходите к деревне, полный жутких людоядов, стали учить детей. Другое придумал, что Хинамидзавцы с давних пор, голодая, собирают с берегов реки трупы, а затем жают и поедают их, таким образом выживая, и совершенно серьезно рассказывал про то своим детям. Клевета шла за клеветой. Самое прошлое Негафути, как ни печально, внушало веру в праздивость водомок. Возможно, бесконечная цепь несправедливых нападок явилось отражением неуверенности в завтрашнем дне, страха, властвовавшего на той порой. Само собой, на детских сказках дело не остановилось. Если работодатель узнавал, что желающий устроиться к нему на работу вырос в Негафути, на работу он такого не принимал. Отменяли свадьбы, даже после помолвки. Помолвки. Аи, сокроя один из супругов места рождения, да сыграя двое свадьбов, признают истину и прощай семейный союз. Такие обращались в суд. Говорили, что место рождения не может служить теснованием для развода, но уходили ни с чем. Сокрытие правды о месте рождения считалось серьезным обманом. Это не честно? Я слышал, где-то, кажется, на уроке общества знания о бу-ра-ку-минах нечистых. Если знали, что такое-то происходило из особого поселения, то его как только не притесняли. Да и по сей день таких притесняют. Выучил наизусть, потому как такой вопрос могли задать на экзамене. Помните, тогда я все поверить не мог, что в Японии даже в нынешние времена творится такое. Но, можно сказать, мы получили по заслугам. Ведь наши предки гордились тем, что в их жилах течет кровь демонов и посматривали с высока на живущих снизу. Пугали тех своей загадочностью и требовали дань в знак почета. И он впервые за весь день за весь рассказ усмехнулась. Пусть и безрадостно. Во время Второй мировой, несмотря на громкие слова о национальном единстве, нападки на химинзавцев не прекратились. Не сосчитать все те притеснения, которым подвелось выходцы из деревни. А кого приходилось с женщинам, оставшимся в толу, без мужа, сыновей, потому что и тех, и других проводили на фронте. Турими бабушка хорошо запомнила, она рассказывала, тяжко тогда приходилось, но даже столь долгая жестокая война. В 20-м году правление Сева наконец-то завершилось. Отцы, мужья, сыновья наконец-то вернулись с химинзаву, где так не хватало мужских рук. Понятное дело, многие домой не вернулись, но химинзаву все равно ликовало, так как без мужчин деревни дели еле сводило концы с концами. Только квартира генерала Макартура уже решила бороться с несправедливостью внутри общества и предпринимала резкие шаги для повышения гражданской сознательности, то световала новая эпоха равенства. Все они решили отстроить заново едва ли не сгнившую химинзаву и в едином порыве принялись работать на ее благо. Когда появился человек, склотивший беснословные деньги на черном рынке, то был Санадзаки Сухэй, дед Мирон. И покойный муж нынешней главы рода. Сухэй заведовал продовольственным складом в городе Харбин, что в Китае. Про отступление он сговорился со старшим офицером и своими товарищами, украл армейские запасы консервов, спрятал их где-то у внутреннего японского моря, а потом продал на черном рынке за огромные деньги, обретя большое богатство. Но своей прихоти он его не растрачивал, всю сумму Сухэй отправил жене, главный в роду Санадзаки. «Давайте возродим Хинамидзаву. Мы все в деревне семья, богатство принадлежит нам всем», сказала бабушка. Да уже глава всего рода. Богатство-то стало большим подспорьем при восстановлении Хинамидзавы. Понятно. Так вот, восстала Хинамидзава из пепла и семья Санадзаки пришла к сегодняшнему процветанию. Разумеется, многие завидовали богатству, сколоченному на черном рынке, но в деревне то никого не заботило. Один за другим выходцы из деревни преуспевали в различных делах. Тех, кто добился успеха, щедро помогали следовавшим за ними. Большая, связанная крепкими узами семья, именуемая Хинамидзавой, уверенной по стопе продвигалась по всем направлениям. Родцы Назаки всех ввел за собой, и потому по сей день его чтят и поминают добром за спасение Хинамидзавы. «А, главной была твоя Митян бабушка? Здорово! Она потрясающая!» для кня он просеял искренней радостью. На году на 30-м правлении Сева ветер снова падал навстречу, так называемым подозрением на консервы из человечины. Консервы из человечины? Угнет уж точно жутко и отвратительно. Человек, называвшийся начальником Сухея, признался, что в консервах тех человеческое мясо. Снова пошли слухи, что в Хинамидзаве живут демоны, питающиеся человеческой плотью. Раз, когда почти все уже забыли о проклятом клейме, замаячившиеся надежды на спокойную жизнь обернулись прахом. Бывший начальник открыл страшное обстоятельство. Консервы, украденные с армейского склада и ставшие мощным подспорьем при возрождении Хинамидзаве, были сделаны из человечины. Почему-то оказалось в консервах. Сахей же просто заведовал продовольственным складом. Ее бывший начальник открыл, что Сахей отвечал не за продовольственное снабжение. А время войны Сахей послали очищать улицы Харби на открытый и таскать тела умерших от чумы. Такую поганную работу он получил всего-то из-за своего месторождения. Хотя можно и сказать, что ему повезло, ведь на фронт его не услали, военной медицины. Там появилось кое-что похуже брачных обрядов, презираемой всеми деревней Негафут или ночью кровь исследования. А ты не о том самом ли? О предвзделении старой армии, занимавшейся разработкой бортологического? Кейти Кум, ты знаешь, о чем она? Кажется, они звали с отрядом 731. Говорят, было такое дядусское подозрение, занимавшееся разработкой жучащего бортологического оружия, чтобы повернуть ход войны. Да, были разные отряды, где испытывали на китайцах, славянах, цыганах много чего. Изращённые японцы, ах, ну ладно, не все же. Они погубили бесчисленных невинных людей ради своих жутких опытов над человеческим телом. Они пролежно следили, сколько дней потребуются заражённым, чтобы умереть. Сколько уколотом, сколько проглотившим заразу. Без счёта вскрывали подопытные тела, ещё живьём. Проминаем дальше, не дожидаясь, пока те умрут. Ну да. Они совали живых, неживых, всё одно вбра камеры, раскручивали на центрифугах. Они обнаружили, что когда из камер с живым человеком откачивается воздух, из каждой дырочки в тело начинает вылезать внутренние органы, а кишечник выползал из заднего прохода с змеёй. Кажется, об этом рассказывали когда-то по телеку. А мерзит ты, ну блин. И они после такого смели ещё призирать хиномедзавцев? Именно. Кирнув мне он слабо усмехнулось, простите. Только всего, но я всё же обрадовался от чего-то. Отряд, в котором служился Хэй, занимался более челоколюбимыми разработками, а именно как обеспечить солдат еду на поле боя в условиях недостаточного снабжения. Верховное командование сильно просчиталось в том, сколько припасов потребуется для войны. Солдатам на передовой отчаянно не хватало пищи. Организм слабее, с ослабевшим университетом бойцы то и дело подхватывали всякие болезни. Что боевой дух, что нравственно и стремительно падали, в таком состоянии армию долго не удержать, рассыплется. Так и начались их исследования. Поначалу мы просто изучали способы добывать пищу в местах ведения боевых действий. Просто выживание любым способом от прямого грабежа местного населения до употребления в пищу насекомых, животных и местной растительности. И после многих опытов проводимых ради чего угодно, лишь бы только не это, лишь бы не прийти к последнему средству. Они постучались таки в запретную дверь. Догадываетесь левое, из чего легче всего получить белок на войне? Как Рэна, так и я, наверное, знали ответ. И потому-то не сумели ответить. Да, они изучали способ употребления человеческой плоти в пищу. Они кричали во все горло, что высшая верность стране это когда ты чтобы сражаться дальше питаешься телом врага, а иногда и трупом собственного товарища. Смешно же, неправда? Они презирали деда за людоедство а сами занимались кое-чем намного хуже. Дед всегда говорил «Пускай меня зовут презренным демоном-людоедом, они демоны куда худшие, потому как бы меня не презирали не стану стыдиться». Было выпущено несколько опытных образцов, но ни один из исследователей не смог заставить себя их попробовать, так как все знали, что сделаны они из человеческой плоти. Но на передовую консерву все же отправили, назывались они мясозаменительными, а на донышах банах печатался небольшой кружок, чтобы никто из своих не отведал их ненароком. Говорят, у голодавших бойцов те образцы пошли на ура, особенно тот, что по вкусу напоминал сукияки на соевом соусе. «Перестан, мимитян, слушать противно!» Рена бледнее, листа бумаги да и ровно как на иголках. Он как будто желал договорить, но вдохнув все-таки не стал доказывать. «Значит, мимо, те консервы какие-то у дедушка истинны, я не знаю». До последних лет своей жизни Сахэй отрицал, что консервы была человечной. Но те, кто завидовал быстрому восстановлению Хиномедзава называли его демоном, нажившимся на продаже человеческой плоти. на деревню вновь стали глядеть искоса. Вновь пришло время, когда в детей деревни с люкленем кидали камнями. Тяжелое молчание повисло в комнате. Так безнадежно все было по правде. Скас ее грустен, люди понижают друг друга и в ответ их самих грязи мешают. А чего нам охота клеймить друг друга какими-то званиями, считать кого-то выше, а кого-то ниже других? Ничего, все не могут жить в мире друг с другом. Не понимаю. Когда-то бабушка сказала детям деревня, говоря от имени главы семьи Санадзаки, если в одного из вас, то кинет камень, пускай его ответ бросит по камню двое. Один из детей спросил, что сделать, если камнями кидают двое? Ответ был естественно прост. Если двое кидают камнями, пускай отвечат с вас вернется шестнадцать, если тридцать орут вам след, пускай шестьдесят глоток ответят им бранью. Снова спросил ребенок, что если нападут тысячи? Ответ был такой же простой. Если нападут тысячи, то Сяхина Медзава должна подняться в ответ. Слова ее стали призывом сообщения сражайтесь вместе. Помимо того, что бабушка возглавляла род Санадзаки, она стала матерью всей Хинамедзаве. В тридцатые годы эры Сева общество возмутило договор о сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японии. Люди выходили на улицу и сражались. Если кого-то пытались унизить, значит пытались унизить всех жителей Хинамедзавы. И все за одного стояли горовой. До разделения на детей и взрослых. Если ребенка осыпали ругательствами, то домой к обидчику сражались вместе. И они успешно строили впечатление, что плохо придется всякому, кто попробует оскорбить жителей деревни Хинамедзава. Помнишь, Кейтян, как наши явились к тебе на подмолку, а ты попался в той городской Шпании? Помню, Хинамедзавцы пришли тогда мне на помощь, а жители Акиноми отворачивали глаза, только бы не нажить себе неприятности. Бабушка сражалась, потом и на смену пришли мои родители. В конце концов мир вернулся в Хинамедзаву, только вот очень неврочный. Если поглядеть хотя бы на прошлую сотню лет нашей жизни, то поймешь, что сейчас не то чтобы мир, но скорее помина ненадолгу шатку и равновесие. Почему же? Как я могу что-то говорить, если не прожил здесь и года, но сорвалось? Почему не могут жить мирно и счастливо? Что стало со старой сказкой, которого рассказывала Такана Сан, где с демонами решили жить дружно, а Айсера сама осталась за ним и присматривать? Это же сказка. Пусть люди с демонами действительно были Айсера сама, чтобы их рассудить на свете не оказалось. Поэтому-то ты решила создать проклятие Айсера сама? Свежий ветер с шелестом пронесся по комнате изметнув длинные завораживающие красоты красоты волосами он. Мюс улыбка на устах молчала. Нискоре даже не изменяясь в лице это-то и стало ее ответом. Ну что ж, давайте на этом закончим. Всем большое спасибо, кто смотрел и всем пока-пока.